Добрый день, меня зовут Евгений Ермаков, со мной Леонид Кожинов и мы рады представить вашему вниманию доклад на тему миграции в облачный modern data stack. Выбирай, страдай, люби. Небольшой слайдик о нас. В общем-то, эти два человека, которые сейчас вам будут вещать, представлены на слайде, отвечали за выбор на тему страдания, ну и в итоге любовь к дата-платформе. Как мы переезжали на дата-платформу? Этому посвящен наш доклад, разбитый на примерно 5 частей. Вначале поговорим про то, что такое Talog.ai, такое небольшое интро. Затем про современную платформу данных, как мы понимаем, что это такое, из каких элементов она состоит. Затем, как мы убирали инструменты, как подходили к выбору инструментов и проблемы решения переезда. Закончим все это выводами, как со всем этим нам живется. Как приступим? Начнем с того, что такое Talog.ai. Если посмотреть на основные компоненты для разработки модели машинного обучения, то это, безусловно, оборудование, алгоритмы обучения и данные. И данные достаточно узкое место в машинном обучении, потому что до 80% времени уходит на обработку обучающих данных. При этом и точность модели зависит от качества данных, и потребность в этих данных возникает на каждом этапе машинного обучения. Именно эту нишу и занимает Talog.ai. С одной стороны, ML-команды размещают задания и выставляют за них цену. С другой стороны, Talog.ai выполняют задания и получают оплату за разметку данных. Ну а посередине положилась наша интеллектуальная платформа и технологическая инфраструктура. Talog.ai – лидер области, немножко себе любимый слайд, но это правда так. Есть и open source, и сотрудничество с ведущими университетами, и даже упоминания в Гартнере. Понятно, что компания, которая так работает с данными, имеет свою платформу данных. Большие есть сухие цифры о той платформе данных, с которой мы съезжали. 300 терабайт данных, суточная дельта примерно 270 гигабайт, примерно 7000 ядер потребления и до 100 пользователей именно дат-платформы, не всей Talog.ai, а дат-платформы. И все это было реализовано на внутреннем стеке Яндекса. И давайте представим такую постановку задачи. Asia Modern Data Stack завтра. Она звучит достаточно агрессивно, но на самом деле тут все прозаично. Talog.ai уже давно международная компания, и нам нужно хранить данные клиентов ближе к их локали. Modern Data Stack – это что-то из современной платформы данных, мы про это поговорим. Ну а завтра – это наши типичные сроки в Talog. Начнем издалека, как мы начинали этот путь. Говорим ответить на вопрос, а что такое современная платформа данных, что же нам нужно сделать. По нашему мнению, платформа данных базируется на трех китах. Эти киты – это архитектура, процессы и технологии. Или ответ на вопросы, что мы делаем, как мы это делаем и почему мы это делаем. Начнем с архитектуры. И сейчас на слайде представлены две такие наиболее распространенные архитектуры дат-платформ. Это классическое хранилище данных, структурированность, это процессами и BI отчетностью Power Data Warehouse. И то, что сейчас, наверное, повсеместно используется – это озеро данных с хранилищем данных, как рядом решением для отчетности. На озеро данных – решение для неструктурированных данных. Возникает вопрос, зачем мы поддерживаем две архитектуры одновременно? Если сравнить их в лоб, то можно увидеть, что, в общем-то, Data Warehouse и Data Lake подходят под абсолютно разные задачи, и у них абсолютно разные паттерны использования. Их необходимо использовать одновременно, если мы хотим покрыть и то, и другое. Возникает вопрос, зачем использовать две архитектуры, почему их нельзя объединить в войну? Умные мужи современности задавались таким же вопросом, и так родился Data Lake House. Звучит достаточно маркетингово, и фактически это комбинация слов Data Warehouse и Data Lake. Если посмотреть на те вещи, которые он предоставляет, то, в общем-то, он берет лучшее из Data Warehouse и Data Lake. На самом деле звучит достаточно маркетингово, но Билл Инман, один из авторов термина Data Warehouse, подписался под этой архитектурой и говорит, что за этим будущее. Соответственно, нам, как каталог, выгодно поддерживать всего одну архитектуру, поддерживать две, Data Lake и Data Warehouse. Звучит как выбор для нас, поэтому архитектура нашей платформы данных – это Data Lake House. Пойдем к процессам. По процессам все просто. Data Mesh взорвала мир данных, фактически взорвала две статьи, ну и затем уже появилась арейлевская книга про Data Mesh. Если суперкратко рассказывать, то мы все данные делим на домены. Каждый домен развивает отдельная продуктовая команда, и эта команда относится к данным как к продукту. Понятно, что может возникнуть некая мешанина, как это название Data Mesh. Общей частью у нас остается Data Platform, которая унифицирует работу с данными, и какой-то федеративный орган по управлению стандартами Global Governance. Если мы посмотрим на те трансформации, которые ведет Data Mesh, то они будут сильно похожи на то, что проходил бэкэнд, когда переходил от монолита на микросервисную архитектуру. Но на мой взгляд, самая главная трансформация – это отношение к данным как к продукту. Мы относимся к ним не как к этой процессам, а покрываем метриками и развиваем, обворачиваясь на эти метрики, смотря на эти метрики. Это сильно похоже на тот дух, который царит в Талоке по отношению к продукту, поэтому наш выбор здесь – это Data Mesh. Если мы говорим про инструменты, про вопрос «как?», то Modern Data Stack. Это было у нас в обстановке задачи. Но что такое Modern Data Stack? Когда мы начали с этим разбираться, то увидели примерно то, что сейчас вы видите на слайде. Это Landscape MetaTrack, он собирает его каждый год. Это инструменты по работе с данными. Видно, что их буквально тысячи, и оно похоже, наверное, на Lego, но скорее похоже на Lego, который разбросан по полу, а тебе нужно пройтись и собрать из этого что-то. Понятно, что пользоваться таким Landscape не суперудобно. Мы попытались его упростить, стандартизировать и применили стандартный подход, который еще Билл и Моноральф Кимбал применяли к хранилищам данных в 90-х, когда только это создавали. Поделили на слои, и здесь можно увидеть забор, трансформацию, потребление, ну и сервисный уровень Data Governments. Если мы попробуем это все наложить на Modern Data Stack, то можем выделить следующие категории. Это забор данных, как стриминги, так и бачевые экстракт лоу. Трансформации, как стриминговые, так и бачевые, с какой-то оркестрацией. Безусловно, потребление данных, аналитические тулзы, ну и какой-то Data Governments, Data Quality, Data Catalog, мониторинг и так далее. Если мы сюда наложим инструменты, то увидим примерно такую картину. Сразу дисклеймер, почему на эти инструменты, безусловно, могут быть другие, это те, которые мы изучали, или как-то работали с ними, или про которые нам рассказали какие-то другие команды. В общем, здесь могут быть ваши инструменты. Modern Data Stack, он широк и необъятен. В общем-то, с этим уже можно работать более интересно. Например, ClickHouse Lite. Очень простая комбинация из Kafka, ClickHouse и PeterHub. Ваши продуктовые аналитики будут счастливы. Минимальный ступовой набор, чтобы что-то собрать. Безусловно, ClickHouse может работать с разными инструментами. Здесь пример того, что представлено в документации ClickHouse. Из этих же блоков можно собрать что-то другое. Например, SkillBox. Было выступление Валентина, по-моему, на прошлом Highload'е про Modern Data Stack, который он выбирал для SkillBox. Здесь можно увидеть префект, как оркестрацию и DBT. Про DBT мы еще потом отдельно поговорим. Airbyte, как забор информации. И Dreamio, как основной движок для обработки данных. На этом слайде пример сети мобила. Не совсем правильно относить его к Modern Data Stack. Это скорее как пример того, что на эту картиночку можно наложить любую датоплатформу. Здесь из интересного это Data Quality решение, Great Expectations. Еще у них из интересного, если я правильно помню, доклад Кати Колпаковой на Smart Data. ClickHouse использовался для сырого слоя, а Exosol как хранилище данных. Сюда же можно наложить и наш старый, добрый индексовый стек со своими очень особенными инструментами. Да, если посмотреть на старый индексовый стек, с которым мы съезжаем, можно увидеть непосредственно старый, добрый, них синдром Яндекса, но тут в индеке почти все инструменты здесь разработаны у нас. Они все довольно неплохие, на мой взгляд. К сожалению, возможно, со мной глупо поспорим. Но два инструмента, на самом деле, определяющие. Они выступали неким бейзлайном для нашего будущего переезда. То есть нам не хотелось падать в качестве жизни. Первый инструмент это был в IT, он же IT. Это наш Delta Lake House, движок Delta Lake House, который реализовал под собой на самом деле огромное количество фичей. Там MapReduce, Equivalent Storage, в общем. И у него он был SaaS с очень крутой командой поддержки. В общем, с него нужно было съезжать, и это было больно. Больно. Вторая наша система. Давайте представим, что у нас есть распределенный движок наподобие Trin, есть dbt, jpyter, если все вместе это соединим, что же мы получим? Да, бой. Мы получим vql. И vql это распределенный движок наподобие Dremio с собственным SQL-like синтаксисом языком. И в отличие от Dremio, в отличие от dbt, это не шаблоны, это непосредственно капилируемый язык. В общем, огромное количество фичей, очень классный, шикарный язык. И я попробовал выписать фичи для этого движка, для vql, и рука бойца писать устала. В общем, эти две технологии задали некий вектор, из-за которого мы дальше уже выбирали, пытаясь сделать не хуже. Итого, три кита нашей платформы данных, это архитектура Data Lakehouse, процессы Data Mesh и технологии Modern Data Stack. Дело за малым, осталось выбрать инструменты и сделать платформу. Перейдем к интересной части, как мы выбирали и что мы выбирали. Немножко откатимся и посмотрим на наш Modern Data Stack, те инструменты, которые мы отобрали для себя для выбора. Но помимо этого, мы еще нашли такие MDS Solution каталоги, каталоги известных решений с инструментами в разных компаниях, которые как-то сочетаются между собой. Отсюда можно получить два интересных графика. Во-первых, мы можем посмотреть гистограмму распределения инструментов. Здесь Python и SQL и SQL в топе, это понятно. Но было интересно, что Airflow продолжает быть в топе, несмотря на то, что есть Duxer, Prefect и другие убийцы Airflow. So, Looker, Tableau делят между собой первенство BI, Redshift и Snowflake хранение, обработка данных и DBT. DBT такая темная лошадка, которая очень сильно набирает обороты. Еще мы составили вот такую матричку совместного использования инструментов. В общем-то, прокла от нее не так много, только показать на презентации. Но, тем не менее, иногда можно к ней обратиться и посмотреть, а есть ли такие инструменты где-нибудь вместе. Сочетаются они или нет. Перейдем к первому, что мы выбирали, это Data Lake House Engine. Здесь нам нужна поддержка архитектуры Data Lake House, облако, независимое решение или какой-то открытый формат, возможность удобной работы как разработчику, так и аналитику, ну и стоимость поддержки с учетом ограниченного штата. Выбирали мы из трех основных игроков, это Snowflake, Databricks и Dreamio. Топом действительно у нас оказались Snowflake, Databricks и Dreamio. И как я уже говорил, нам хотелось не просесть по качеству жизни, а ориентируясь мы на нашу IT, которая реализовывала дельтовый хаос, единый сторидж, единая система хранения и обработки над данными поверх. И оно выступало базой как для дата-платформы, так и для фронт-энда и так далее, бэк-энда. В общем, хотелось сделать не хуже. Сначала мы, конечно, посмотрели на Snowflake и Snowflake шикарен. Мы поговорили с коллегами из ManyChat, которые используют Snowflake у себя, и он относительно дешев по сравнению с конкурентами, он быстр, он удобен, в общем, одни плюсы. Тем не менее, у Snowflake есть два недостатка, которые для нас оказались фатальны. Во-первых, Snowflake закрытый и проприетарный. И нам очень не хотелось интервочиться, но, возможно, этому мы бы обошли, тем более, что мы выбирали между Databricks и Dreamio, который тоже, в общем-то, на самом деле является некими вендерлоками. Но при этом у него закрытый формат, и это значит, что мы не могли бы достать данные из Snowflake, как вы их туда загрузили, кроме как селектами. И у него есть стадия инжестинга, второй недостаток, который для нас был. Это значит, что Snowflake невозможно пользоваться в обход, собственно, Snowflake. То есть нельзя взять с фронта или с бека, положить данные куда-нибудь на S3 и обработать их параллельно с Snowflake. То есть сделать такой единый Delta Lake House для всех команд, и не только для дата-платформы. А это было одним из требований при съезде с нашего старого Delta Lake House системы. Поэтому дальше в основном мы выбирали между Databricks и Dreamio. Решив, что если нам понадобится Snowflake, как DVH-система, то мы можем ее прикрутить к Databricks или Dreamio уже потом. Чтобы выбрать Databricks и Dreamio, мы сначала пообщались с коллегами из S7 на DotaPizza. Databricks использовался DotaPizza, в S7 использовался Dreamio. И узнали их опыт, плюсы и остатки. И, в общем-то, и сценарии. Провели собственные замеры по производительности. Здесь, на самом деле, никаких прям невероятных инсайдов мы не получили. На не супер оптимизированных запросах, на мелких запросах немножко выиграл Dreamio, он был более отзывчивый. На больших запросах, тяжелых, с огромным количеством джойнов, немного маргинально выиграл Databricks. Но это не составляло прям какой-то существенной разницы. Пожалуй, основным поэтом было все же то, что Dreamio, во-первых, поддерживает только SQL, а нам хотелось поддержки нативной Scala и Python. Ну, как минимум, каких-то других языков, в частности Python. Но Scala был приятным бонусом. А второе, то, что, пообщавшись, собственно, с коллегами из S7, Андрею Жукову, мы пришли к виду, что Dreamio идеально занимает нишу некого DataGalance. Когда у вас есть распределенные, у вас есть множество баз данных, например, Postgres, SQL, какой-нибудь Databricks. Опять же, вы хотите поверх него DataGalance накрутить и Dreamio здесь жгет. А Databricks идеально покрывало нашу нишу, когда у нас есть один Storage, в нашем случае это ажуры в AppStorage. И поверх него прикручен вычислитель мощности, поднимается Spark, и Databricks эту нишу занял. В общем-то, он занял прям сердце или ядро нашей датаплатформы. Можно видеть его посерединке в Storage вместе с Electricks Storage Ажура. Бессловно, Databricks – это не только хранение, это еще и трансформация, как бачевая, так и стриминговая. Это вполне себе неплохие инструменты по написанию запросов, и в целом аналитические инструменты. Бессловно, не такие, как у нас были в Яндексе. Это не IQL, но очень-очень неплохо. Следующее, что мы выбирали, это трансформация. Здесь нам нужен был удобный механизм работы для самых разных специалистов. Аналитики любят low-code или SQL-only, разработчики хотят императивный код, дата-инженеры хотят, чтобы все это легко интегрировалось в датаплатформу, была поддержка миграции и data-lineage. Здесь мы не выбирали фактически, мы сделали комбинацию из Spark и DBT. Разработчики-инженеры данных могут использовать Spark на Python или на Scala и получают все возможности императивного кода. А DBT – это SQL-only, или Spark SQL – поддержка миграции и сокрытие сложностей вставки данных для наших инженеров данных и аналитиков. На самом деле DBT здесь был таким открытием, темная лошадка, как я раньше говорил, открытием этого проекта. У него супернизкий порог хода, он сокрывает внутри себя все сложности работы с данными, миграции, постоянные lineage, а в связке с Airflow – это практически лоу-код решение. При этом, безусловно, есть и слабые стороны, это не серебряное поле. Ginger-макросы – это своеобразное удовольствие на них писать. Кому-то нравится, кому-то нет. Скорее, надо привыкнуть. Местами сложная кастомизируемость. Он простой, но при этом есть вещи, которые сложно доработать. И он был SQL-only, во всяком случае, на момент, когда мы его выбирали, но это уже не так, изменили, можно писать на Pice Park, по-моему, для трех инструментов – для DataPrix, для Snowflake и для Becury, если не ошибаюсь. Соответственно, DBT занял наше место в ночевой обработке, но вместе с DBT приятным бонусом шли Data Quality, потому что в DBT можно писать тесты на данные, запускаются и очень неплохо нативно встраиваются в описание данных. И Data Catalog – небольшая документация, про нее чуть позже мы поговорим, я покажу. Следующий, но не последний в списке – это оркестрация. Какие у нас требования? Code Driven, у нас много разработчиков, должна быть интеграция с DBT и Spark, DataPrix, потому что мы их уже выбрали, и большое количество доступных решений в интернете и на Stack Overflow, чтобы нам быстрее было интегрироваться. Выбирали мы, в общем-то, из вот этих представленных пяти инструментов. Да, мы, как в прошлом случае, взяли некий топ, субъективно, конечно, но, в общем-то, некий топ оркестраторов, которые были представлены на рынке на тот момент, и это был Airflow, Daxter, DBT Cloud, Luigi, Prefect. И вначале мы решили пойти медным вычеркиванием. DBT Cloud, на самом деле, был представлен строго, потому что, собственно, мы уже использовали DBT, но мы решили посмотреть, не подойдет ли нам, зачем увеличивать сложность системы, давайте возьмем DBT Cloud. Но, помимо того, что он SaaS, в общем-то, у него особо бонусов и нет. Скорее, SaaS даже для нас в данном случае являлся минусом, потому что к оркестратору нам хотелось, у нас было требование, чтобы его можно было развернуть, он премис, потому что оркестратор собирается использовать не только эту платформу, но и куча смежных команд, всякие мельчики, возможно, бэкендеры. И, в общем-то, хочется полный контроль над оркестратором, для того, чтобы в случае чего можно было либо съехать другой, либо развернуть, либо масштабировать. В общем, DBT мы вычеркнули, DBT Cloud мы вычеркнули сразу. Дальше у нас, следующий на вылет у нас оказался Luigi, но тут все просто, потому что Luigi, конечно, заслуженный претендент в этой гонке, но, то есть, как бы со стажем, но при этом он субъективно, практически по всем пунктам проигрывает AirFall. У него стабильная комьюнити, но поменьше, чем у AirFall, фичейнел поменьше, чем у AirFall или более молодых конкурентов. И, в общем-то, на этом все. Поэтому Luigi выбыл. И основная борьба шла между AirFall, Дакстером и Префектом. И если выбирать, ориентироваться на личные вкусы, то мне, честно говоря, больше всего здесь нравится Префект. Дакстер, конечно, классный, но он еще слишком волатильный, слишком молодой. Вот, то Префект хорош. Вот, у него очень много фичей, и, в общем-то, комьюнити уже довольно стабильная. Но, спойлер, выиграл AirFall. AirFall выиграл потому, что у него все же, мы как бы решили ориентироваться, что нам важнее здесь стабильность. И у AirFall есть огромная, действительно огромная комьюнити. Они очень быстро отвечают на вопрос. На гитхабе нам ответили буквально с учтением. Это было невероятно, очень классно. У него огромная интеграция с внешними инструментами. И, например, у него есть интеграция с астеризацией Ажура. А у Префекта есть только тикет на гитхабе, еще на гитхабе. Вот. И, в общем-то, он проигрывает, конечно, по фичам, но не столь значительно. В общем, AirFall оказался для нас идеальным кандидатом. Итого, AirFall занял свое почетное место в оркестрации. Можно увидеть его еще в коннекторах, в экстракт-флоу от инструментов, потому что, в общем-то, с помощью него можно забирать данные из каких-нибудь внешних источников. Понятно, что здесь есть свои инструменты, например, Singer, Meltan, AirBite. И, честно говоря, прямо сейчас выбираем между ними. Но AirFall закрыл нишу и здесь. Часть инструментов к нам пришли от бэкэнда. Декавка, Event Hub и инструмент для мониторинга. Прометелл, Санграфана. Здесь ничего сверх необычного, интересного, но они у нас есть. Видно, что не заполнен всего один кубик. Это Business Intelligence. Здесь достаточно простые требования, количество фич и возможностей, работа с выбранным стеком до этого, стоимость решения и облаконезависимое решение, ну и любовь от наших аналитиков, которым с этим работать. Да, и выбирали. Здесь мы в основном из, опять же, состояли некий топ, который нашли на рынке. Это было Tableau, Looker, Superset, Click и Power BI. Здесь, опять же, мы сначала пошли по пути вычеркивания. Superset выпал первым. Во-первых, потому что нам нужна была стоимость решения по деньгам. Superset здесь, конечно, был мега лидирован, но при этом и по рукам. Круг было мало, а Superset нужно было поднимать самостоятельно. Есть Manage Superset, но там количество фичей проигрывает, нас не устраивает. В общем, Superset выбыл. Нам хотелось какое-то SaaS решение или, по крайней мере, решение, которое было бы удобно разворачивать, поднимать и богатые фичами. И остались Tableau, Looker, Click и Power BI. Следующий, чем выпал Power BI, нам лично команде дата-платформы нравился, потому что он уже был в ажуре, у него хорошая интеграция, и поднимать его просто, разворачивать. Но Power BI не устроило наших аналитиков, они его пощупали. Плюс мы пообщались с коллегами, которые уже используют Power BI, и он проигрывал нашему старой BI-системе, которую мы использовали в Яндексе, называется DataLens, по фичам, поэтому Power BI выбыл. Осталось это Tableau, Looker и Click. И здесь для нас стало неким открытием, что Tableau оказывается не дороже всех. Ну, то есть, как бы изначально мы в целом смотрели на Tableau, как некого фаворита в этой гонке, но было мнение, что Tableau дорогое. Но, посмотрев на стоимость Укера и Клика, мы поняли, что Tableau, в общем-то, нормально. И, собственно, по совокупности, по соотношению цена-качество, в данном случае, выбирало Tableau. Tableau занимает свое место в BI, и, в общем-то, на этом слайде представлена Talog Data Platform, построенная на Modern Data Stake. То, что мы собрали, и то, что сейчас используем. Безусловно, здесь может еще инструментов, например, Data Catalog и Data Quality, несмотря на то, что мы используем DBT, можно добавить что-то более прокаченное. Мы сейчас этим тоже занимаемся. Например, Data Quality можно посмотреть в сторону Great Expectations или DQ. В датакаталогах может писать Amundsen Data Hub. Или какие-нибудь более сложные и проприетарные решения, вроде Monte Carlo или Data Fold. Они не зря посерединке, потому что покрывают и те, и те возможности. Этот стэк можно дальше развивать и нанизывать какие-нибудь новые инструменты на него. Давайте перейдем к переезду, как мы разворачивали платформу и мигрировали на новые инструменты. Здесь мы попробуем пойти проблема-ориентированно и начнем с первой проблемы, с которой мы столкнулись, это каша технологий. Если вы не знакомы с этими технологиями, то у вас может быть примерно такая картинка в голове. Много разных технологий, которые перемешаны между собой. У нас было ровно так же, у наших пользователей тоже. Мы подошли достаточно интересно к решению этой проблемы. Да, мы составили некую карту миграции, которая помогла нам упорядочить эту кашу в головах как у нас, так и у наших потребителей. Которая карта миграции представляла из себя список технологий с наших старых, на которые мы, и справа технологии, на которые мы мигрировали. Это помогло несколько упорядочить эту кашу. Дальше стала следующая проблема-очередность инструментов. Безусловно, ресурсов мало, практически вся датаплатформа сейчас с вами на этом докладе. Нам нужно было как-то подойти к очередности внедрения инструмента. Здесь мы обратились к даму ДМБУК. Это картинка из книги с фазами зрелости датаплатформы. Здесь посерединке основная часть, которая должна быть первая, желтым цветом, по-моему, вторая. Затем руководство данными без аналитика, НСИ, управление документами. Третья фаза и продвинутая аналитика, машинное обучение. Третья. Немножко, последняя, четвертая. Немножко мы отошли от нее, потому что это лог про машинное обучение, поэтому машинное обучение, печатторы пошли прям во вторую фазу. Здесь можно видеть схему взаимосвязи между инструментами, и цветами помечены как раз наши фазы. Синяя – это минимальный ступовой набор. Забор данных, процессинг, немного DevOps, SCICD, Data Storage и Business Intelligence. Это ядро нашей датаплатформы. Желтым цветом обозначены следующие шаги. Вторая фаза – стриминг, все, что связано с машинным обучением, качественный мониторинг с Data Quality и чуть больше инструментов по Data Exploration. Ну и вишенка на всей этой датаплатформе – это Data Governance инструменты, про которые, как я уже говорил, мы сейчас находимся в стадии выбора и, скорее всего, в следующем году внедрим. Следующая проблема – это непосредственно вся инфраструктура. Да, ну начали мы с простого. Мы открыли портал Ажура. До этого, на самом деле, ни у кого из нас опыта непосредственно с Ажуром не было, поэтому, открыв него, мы такие, ну, вроде нормально. Но дальше стало сложнее. Прайсинг-анкулятор, документация, роллер, авторизация и куча всего. В общем-то, следующие сколько-то недели мы с Женей провели примерно так. Ну и, в общем-то, было довольно тяжело и пугающе. Но нам на помощь пришло два столпа – это Infrastructure the Code и контейнеризация. И на этих двух столпах мы начали строить наше светлое будущее. По поводу Infrastructure the Code есть два основных инструмента, которые могут это реализовать на рынке – это Terraform и Terragrant. Вот. И Terragrant, на самом деле, выигрывает Terraform по фичам. Вот. У него есть довольно много приятных фичей, которых нет у Terraform, и из-за которых мы реально страдаем, как возможность параллельного апплая, возможность по любой точке. В общем, параметризация бэкэнда. Ну, в общем, в самом деле, Terragrant хорош. Вот. Но есть у Terraform такая достойность, из-за которого нам пришлось, в общем-то, остановиться именно на Terraform. Это готовое решение с серверным апплаем. То есть облачные Terraform. Это Terraform Cloud и Atlantis. Мы на текущий момент используем локальный вариант, то есть мы сами катаем Terraform руками, но в наших планах переезд именно на облачные решения, чтобы получить все ICD. Иначе катать Terraform неудобно, особенно в условиях распределенной команды, ну, и большой команды. Так, лирическое вступление закончилось. И, в общем-то, выбрав наши два основных столпа, из-за встать через код и катаризацию, у нас родилось некое видение, и, в общем-то, некий страх ушел, и мы приступили к работе. Но вот наше некое видение выглядит так. То есть есть из-за встать через код, есть Azure, и в Azure есть Kubernetes, в которых мы разворачиваем наши Airflow, Docker и прочее. И в самом Azure разворачивается, опять же, через Airflow все это за бриксы, поднимается Postgres и менеджер, блабы и прочее. Дальше было дело, если не техники, то рука времени. Первое, что мы сделали, мы развернули DEV, в нем мы развернули куберовку, и на этих слайдах будут представлены только те части, в которых мы как-то участвовали, они вам нужны. На самом деле, под капотом, конечно, было все гораздо больше. У нас есть очень классная команда backend-разработки, которая разворачивает для нас многие вещи, которые нам помогали. То есть, в частности, DEV и FRO разворачивали они, мы разворачивали только DEV. Стрелочки на этой биограмме, схеме, это сетевая связанность. В общем-то, первое, что мы сделали, как я говорю, что мы развернули DEV, в нем мы развернули куберовку, внутри куберерерфлоу, развернули Tabrix, Postgres, и получился некий рабочий стенд, на котором мы начали отлаживать наши пайплайны, строить первые proof-of-концепты системы. Получив некий прототип, да, спустя некоторое время, буквально там спустя пару недель, DEV для нас развернули GitHub Enterprise из цирковых CI, и у нас появился уже CI-CD. Следующим шагом после того, когда у нас появился прототип, мы начали разворачивать продовую инфру, и, то есть у нас есть параллель, есть DEV, INFRA и PROT, и рядом с PROT мы подняли свой General Contour, на котором у нас продовая дата-платформа, называется General. Почему General, а не PROT? Ну, потому что, на самом деле, дальше мы подняли еще дополнительные терровые дата-платформы, в которых хранятся GL-сенситивные данные для того, чтобы удовлетворить революдж ДПР. То есть, итоговая наша текущая схема выглядит примерно так. Есть DEV-Contour, который связан с DEV-INFRA, и есть PROT, в котором связана основная дата-платформа, плюс терровые, поменьше, в которых есть только GL-сенситивные данные. Но, на самом деле, все было далеко не просто. Многое пришлось тюнить, допиливать. Я не буду рассказывать подробно про каждый инструмент, скажу, приведу только схему, как мы допировали, например, Airflow для интеграции с Ажуром. Нам пришлось подружить его с Match Identity, для того, чтобы удобно авторизовываться, латифицироваться внутри Ажура. Пришлось прикрутить интеграцию с Ажура AD, благо нам здесь помог, кстати, от Кайклока, как реализовывать авторизацию через OAuth. И далее мы подключили Azure OK Vote как Vote для Airflow. Ну и в качестве депоя мы используем Gitsync из GitHub Enterprise. Это, на самом деле, далеко не идеальное решение, и, пожалуй, это один из минусов Airflow, что у него нет идеальной схемы депоя, на мой взгляд. В общем-то, пришлось довольно много чего сделать, но получилось, но выглядит неплохо. Честно говоря, когда мы стартовали проект, думалось, что совместимость инструментов будет основной проблемой. Но оказалось, это не так. Все инструменты достаточно легко сакрировались между собой. Возможно, из-за того, что мы выбрали Airflow или в целом стек у нас из достаточно популярных инструментов. Единственное, о чем стоит рассказать, как нам кажется, это связка между dbt и Airflow. Как она сделана? При релизе мы компилируем в dbt проект. Компиляция, безусловно, громко сказана. Он создает манифест JSON, в котором есть data lineage всех объектов. И на базе него мы создаем DAG. При этом тесты выносим или в конце DAG, или после формирования объекта, в зависимости от того, насколько это тяжелый тест. В общем-то, из этого получился такой лоукод решения. Аналитику можно не писать в DAG в принципе. Он может только делать модели в dbt, пользоваться кличным инструментом dbt для того, чтобы простраивать их в тесте. А в Prode все это сформируется в Airflow со всеми возможностями интеграции Airflow с другими инструментами. При этом в Airflow мы топилили и документацию из dbt. Она формируется при релизе, при компиляции документации. И, в общем-то, она доступна из интерфейса Airflow, что тоже крайне удобно для наших пользователей. Также на базе dbt мы сделали такой прообраз data mesh. Мы разделили все наши данные на ETL-сервисы, домены и объекты с соответствующей вложенностью на верхнем уровне ETL-сервис. Это один в один отдельный instance Airflow или dbt-проект. Это единица нашего релиза. Домен, точка ответственности команды и набор связанных объектов. Такая единица доступа. Ну и объекты, непосредственно физическая таблица, модель в dbt. А для доменов-источников мы здесь смогли в момент переезда поддержать контракт на уровне протосхем. Итак, что же у нас получилось? Давайте подведем выводы из нашего путешествия. Это наша TALOCA Data Platform. Те инструменты, которые мы выбрали, которым сейчас пользуемся. Как я уже говорил, часть из этих инструментов мы еще довыбираем, но здесь представлено наше ядро. Да, давайте посмотрим на сильные особые стороны датабрикса, оборачиваясь назад, что получилось хорошо, что не очень. Ну, во-первых, у него есть поддержка архитектуры Data Warehouse. Это тот бейзлайн, к которому мы стремились, к которому мы пришли, который у нас остался, точнее. Это было как независимое решение, открытый формат. Датабрикс под капотом использует Delta Lake, и не так давно, относительно недавно он его за open source, возможно, в гонке с айсбергом от Dremio. Поэтому даже если нам придется по какой-то причине связи с Датабрикса, то, в принципе, это возможно. Ну, или если захочется ходить в S3, в обход, собственно, Датабрикса. Это возможность удобной работы как разработчиков к аналитику. Здесь есть спорные моменты, потому что, например, у Ай, у Датабрикса ужасен, но, тем не менее, некая возможность работы совместной на одной и той же платформе есть, и это хорошо. Ну и Spark. Spark популярен, Spark огромная комьюнити. В общем-то, это достоинство. Самое место в сторону, к сожалению, у Датабрикса тоже есть. Во-первых, Датабрикс активно развивается, и это хорошо, но проблема в том, что у Датабрикса большое количество прям жизненно влажных для нас фичей находится в паблик-превью, и мы до сих пор не получили доступа к ним. В частности, нам очень хочется доступа к киндикаталогу, к эскему, без которых построить удобную систему извлечения прав возможно, но она будет на костылях. Далее я уже вспомнил, что у Датабрикса отвратительный UI, особенно если мы не касаемся, у него есть несколько режимов работы, если мы не касаемся SQL, он более-менее, то остальные его режимы работы, они отвратительные. Датабрикса просто ужасен. После нашей в IT-системы, которая идёт в IT, это, конечно, серьезная просадка в качестве жизни. Ну и для нас было неким накрытием, вот Датабрикса, и, кстати, у Spark тоже далеко не самая лучшая документация. Это было, опять же, очередное открытие для нас, на данном случае уже неприятное, при приезде с индексового стека, что во многих местах документация хромает. Вот Датабрикса и Spark, она часто не договаривает или не говорит вообще. А иногда, на самом деле, даже говорит неправду. DBT, как я уже упоминал, было таким приятным открытием этого проекта. У него низкий порог хода, он сокрывает сложность работы с данными, простраивает лайнейдж, в целом суперудобный, а в связке с Airflow, про который мы рассказывали прям low-код решения или zero-код решения, если SQL не признавать кодом. Но понятно, что есть и слабые стороны. Jinji-макросы – специфическая вещь. Местами сложная кастомизируемость. Здесь надо подправить DBT, это или Jinji-макросы править, или какие-то вещи там суперсильно зашиты, например, построение снэпшотов. Ну, SQL-only, как я уже говорил, не то, что скоро изменят, а уже изменили. Есть VicePark, доступный в Датабриксе, в Бекюре и в Snowflake. Да, теперь немного про Airflow. Но сильным остальным Airflow, несомненно, является кастомизируемость. Это, на самом деле, просто божественно. У нас уже есть пара собственных плагинов, есть собственный провайдер для интеграции с индексовыми технологиями, куда нам еще нужно ходить. Возможность кастомизирования докер-образа. И вообще, на самом деле, довольно читаемый код, собственно, Airflow. Это шик. Поддержка различных экзекьюторов, что тоже очень удобно. Мы на текущий момент используем гибридные экзекьюторы с поддержкой Severy и кубернет-запуски на кубернет-запусках. Очень удобно, потому что для некоторых тасков можно запускаться быстро на предразвернутых уже Severy экзекьюторах, а для тасков, где требуется какой-то тяжелый стартап и много, большое количество библиотек, мы делаем закрытое, полностью изоленое окружение через кубернет-запуски. Простота развертывания как локально с помощью докер-компоста, так и кубернет-запуски. Здесь, да, но в смысле, что до этого у нас внутри индекса были оркестраторы, которые не поддерживали вообще локального запуска. И вот это, и возможность, собственно, локального запуска стало для нас приятным, очень приятным бонусом. Хотя тут надо сделать реферанс в сторону рефекта, который запускать локально удобнее. Ну и большое сообщество, оно действительно классное. Очень быстро отвечает, очень много примеров документации. В общем, приятно. Ну, слабая сторона, как в случае с деприксом, тоже есть. Документация, как в случае с деприксом, боль. Вот. Тут надо сделать ремарку, что RFO относительно недавно по меркам своего возраста апно-мажорную версию с 1.2 и много, большое количество примеров ссылается, в интернете ссылается именно на версию 1. И здесь нужно быть внимательным. В целом, как бы, не так много примеров на версию 2. Вот. Но и, как бы, не вся документация, даже официальная документация не всегда говорит все. В частности, например, у RFO уже довольно давно есть отложенные детерменты воркеры, но и про них почему-то в документации RFO до сих пор ничего нет. Есть только у астрономера. Вот. Отсутствие... Ну и есть проблемы с фичами. Например, отсутствие возможности зафризить DAG и таски после запуска DAG. Это наша личная боль в том плане, что довольно странно строить ETL-процессор, когда ты не можешь зафризить DAG после его запуска. Примитивная поддержка CICD. И тут я уже упоминал, что все варианты деплоя, собственно, DAG и RFO, они довольно сомнительны. Вот. Мы сейчас используем GetSync как наиболее удобным для нас, но даже его пришлось довольно сильно напиливать напильником. Вот. Но и даже наш текущий вариант, он тоже не идеален. Ну и топорный принцип обновления DAG-ов шедулерами. Тут можно сказать, что шедулер, как бы клиентский код в DAG-ах может положить шедулер. Вот. Это довольно странно. И кажется, это пока сыровато. Туда емкость этого всего мы не упоминали, но я думаю, это важный вопрос. Выбор инструментов у нас занял примерно два месяца. Еще три месяца интеграции инструментов, развертывание контуров и так далее. И всего шесть месяцев у нас прошло от старта до первого процесса на новой платформе. И прежде чем мы перейдем к слайду с обратной связью, где вы можете просканировать QR-код и задать вопрос или обратную связь, оставить немножко благодарностей. Здесь на слайде те люди, с кем нам встретиться, пообщаться по их стеку. В общем-то, Николай, Андрей, Валентин, Глеб, Ксюша. Большое спасибо, что откликнулись. И очень классно, что у нас есть такое комьюнити, к которому можно обратиться. Очень классно, что можно на таких конференциях, как Hello, поделиться информацией. В общем-то, потом позадавать вопросы. На этом все. Обратная связь и комментарии по докладу по ссылке. Спасибо за внимание. И ждем от вас вопросов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!